Всем добрый день! Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанске Федеральном Университете 2023 года. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас в гостях Институт Математики и Механики имени Николая Ивановича Лобачевского. С вашего позволения представлю спикеров, которые пришли сегодня к нам на эфир и с удовольствием ответят на все вопросы, которые у нас уже есть и те, которые вы будете задавать по ходу прямого эфира. Александр Алексеевич Агафонов, заведующий кафедрой высшей математики и математического моделирования. Александр Алексеевич, доброго дня! Здравствуйте! А также студенты данного института, студент 4-го курса отделения математики Рамиль Радифович Боговеев. Рамиль Радифович, Добрый день! Рад вас видеть. И студент 3-го курса отделения механики Ярослав Игоревич Маскалев. Здравствуйте! Тоже добрый день! Приятно общаться с студентами тоже по имени и отчеству. А нам-то как приятно! Ну, что ж, на самом деле очень радует, когда у нас на эфир приходят и студенты данного института, который представлен у нас в программе, потому что наши абитуриенты могут узнать информацию не только, который официального преподавателя, но также из первых уст можно сказать и из тех, кто эти научные различные кружки посещает, кто проходит эту учебную программу. Так что, думаю, сегодня у нас эфир будет достаточно интересным. Начнем со вступительного слова. В целом расскажите, что у нас представляет из себя Институт математики и механики. Александр Алексеевич, вам слово. Добрый день, уважаемые зрители! Институт математики и механики представляет, представляет этот институт три отделения. Это отделение математики, отделение механики и отделение педагогического образования. У нас, соответственно, студенты могут обучаться в очной форме. По педагогическому отделению у нас есть заочная форма обучения, у нас есть бакалавриат, у нас есть магистратура. Что касается, я больше представляю кафедру отделения педагогического образования, кафедру высшей математики и математического моделирования. Особенность того, что бакалавриат по педагогическому направлению у нас представляет из себя не 4 года обучения, а 5 лет обучения, потому что студенты получают две специальности направления. Это учитель математики и учитель информатики. Я, наверное, расскажу больше про это направление. Студенты активно погружаются в научную и образовательную жизнь с первого курса, проходят практики. Причем у нас есть распределенные, концентрированные практики. Четвертые и пятые курсы они около месяца проводят в образовательных организациях. Направление выпускают учителей математики и информатики. Это очень востребованные профессии. Сейчас есть большой кадровый голод в этом направлении и в нашей республике, ну и вообще по стране. Соответственно, кто изберет для себя специальность, профессию учителя, учителя математики, тот точно не останется без работы. Такие люди востребованные и нужны. Значит, у нас жизнь студентов участвует и в научной жизни, у нас проходят научные конференции. Вот сейчас у нас идет педагогический форум. Специалисты со всей страны и из ближнего зарубежья приехали. И наши студенты активно принимают участие и с докладами, ну и слушают ключевых спикеров. Конечно же, есть возможность далее поступить в магистратуру. Причем квалификация наших бакалавров, выпускников, она позволяет и далее продолжать обучение в русле педагогического направления, либо, ну, если это интересно и необходимо, могут поменять и, допустим, пойти на математику или математика и компьютерные науки. Значит, ну, есть и, как я уже сказал, магистратура, обучение два года. По бюджетным местам у нас на следующий год планируется 15 бюджетных мест в магистратуру. Это, я сейчас говорю именно по, именно педагогическое отделение. 25 мест – это заочная форма обучения и бакалавриат. И 38 мест – это очная форма обучения. Ну, за подробностями лучше, наверное, обратиться в приемную комиссию. Там все более подробно расскажут. Вот, но если интересно, последнее скажу на бакалавриат, вот именно к нам нужно сдавать математику, русский язык и общество знания. Вот это, что касается педагогического отделения. Может быть, какие-то вопросы будут именно по педагогическому отделению? Конечно, будут, к ним еще мы перейдем. Пока давайте дальше по вопросам. В этом году у нашей программы есть такая традиция. Представители институтов частенько к нам приходят с хорошими новостями относительно приемной кампании. Есть ли у института математики и механики какие-то хорошие новости? Ну, я не совсем понимаю, что тут под хорошими новостями понимается. Вот, ну, одна из хороших новостей, если так можно сказать, что у нас увеличилось количество бюджетных мест, вот по сравнению даже с предыдущим годом. Это касается и магистратуры, и бакалавриата. Значит, вот в магистратуре на следующий год у нас, как я уже сказал, педагогическое отделение 15 мест, на другие направления 20 мест, а в бакалавриате вот именно по педагогическому отделению у нас было 25 последние прошлые года, а сейчас будет 38. Так что в этом смысле вот это один из как раз дополнительных таких вот наглядных примеров того, что это направление, специальность востребована, и поэтому тоже приглашаем вот тех абитуриентов, которые хотели бы посвятить жизнь с педагогикой, связать свою, и вот посвятить себя, может быть, математике и обучению математики к нам. Вот, я вот именно касаюсь больше отделения педагогического образования, хотя, конечно же, отделение математики и механики тоже могут похвастаться, именно похвастаться своими кадрами научными, количеством разных стажировок для студентов, мероприятий, олимпиад, и практика тоже производственная проходит, и зарубежные, значит, стажировки. Далее тоже есть и возможности, конечно, трудоустройство тоже хорошее, вот, и тоже есть и магистратура, поэтому все направления нашего института интересны, и, значит, я бы, ну, рекомендовал обратиться либо в приемную комиссию, либо можно, контакты есть нашего института, мы всегда, мы это заведующие кафедрами, это преподаватели, директорат, всегда готов ответить на все вопросы, ну, на какие-то нюансы, которые возникают. Вот, вот, мне кажется, что хорошая новость, это вот такая. Ну, когда бюджетным местом становится больше, всегда хорошо. Конечно. Давайте углубимся в ваше направление, кафедра высшей математики и математического моделирования, поподробнее хочется узнать, как там проходит жизнь, как проходит учеба. Да, конечно, у нас, как я уже сказал, большая часть нашей нагрузки связана с педагогическим отделением, мы работаем, то есть преподаватели наши преподают и предметы цикла высшей математики, это и для педагогов, это и аудибраические дисциплины, и дисциплина анализа, и геометрия, ну, и не только. И также у нас представлен богатый такой вот спектр предметов, большой спектр предметов, связанных с информатикой и различными, значит, цифровыми технологиями. Сейчас цифровизация активно внедряется во все области экономической деятельности, в том числе и в образовании, и, конечно же, если мы говорим про будущих учителей информатики, то невозможно представить, что, ну, возможно представить, но это неправильно, когда учитель информатики знает, может быть, меньше, чем школьники, которые обучаются. И, конечно же, должен быть компетентным преподаватель будущий и знать современные технологии. У нас есть цикл предметов интересных, вот, которые раскрывают навыки, дают навыки именно работы с сквозными цифровыми технологиями, такие, как у нас есть и 3D-моделирование, и печать мы обучаем разным аддитивным технологиям. У нас есть, значит, основы машинного обучения, у нас есть разработка мобильных приложений и так далее, и так далее. То есть это направление не так глубоко изучается, как, может быть, в специализированных институтах. У нас все-таки есть, значит, институты более связанные с информатикой, которые подготавливают именно профессионалов, способных работать в этой области. А мы говорим о том, что, значит, важно нашим будущим педагогам познакомиться с этими технологиями и передать эти знания школьникам. Соответственно, у нас есть уже, можно сказать, что запрос на данную деятельность, на данную технологию, он большой. Мы активно, ну, мы, это преподаватели кафедры, взаимодействуем с образовательными учреждениями и со школами. Мы участвуем в разной проектной деятельности и сами участвуем в подготовке профильных программ и являемся экспертами на мероприятиях типа конференциях, олимпиадах, ну, оценивая способности школьников. Я могу сказать, что школьники есть очень талантливые и способные удивлять даже нас, экспертов, своими знаниями, что они бывают иногда даже выше, чем у студентов. И это в очередной раз говорит о том, что наши выпускники, кадры, которые мы делаем, они должны быть еще более, значит, подкованы в этом плане. И поэтому мы делаем все, стараемся, чтобы эти компетенции развить. Ну, последнее, наверное, что расскажу, чтобы много времени не отнимать на себя. Вот регулярно у нас в институте проходят мероприятия, как «Ночь науки», «Про наука», вот зачетная была ночь. И наш институт представляет разные площадки, вот в том числе и наша площадка. У нас есть направление, связанное с образовательной робототехникой. И вот несколько раз уже мы и наши студенты показывали площадку, пользующуюся популярностью среди школьников, когда мы рассказываем, как, значит, собрать робота, как его запрограммировать, как написать приложение для своего мобильного телефона по управлению этим роботом. Ну и, в общем-то, опыт уже показывает, что это интересно. Вот примерно этим мы занимаемся и на занятиях, связанных с цифровыми сквозными технологиями, с нашими студентами. Все ли выпускники в дальнейшем работают по своей профессии, которую получили? Опять, если мы говорим про отделение педагогическое, то, конечно, 100% нет. То есть, ну, это, наверное, так везде. Но при этом большая часть, я думаю, что около 90% идут. Я даже больше скажу. Я вот уже упоминал кадровый голод в этом направлении. И не только наши выпускники, но наши даже текущие студенты, они уже востребованы в разных, ну, в школах, в учебных организациях. Сейчас по законодательству, значит, человек, ну, то есть, обучающийся студент по этому направлению даже без диплома, но он старших курсов имеет право преподавать. И у нас многие, ну, даже, наверное, больше половины студентов на четвертом и пятом курсах уже преподают в школах города. Вот, соответственно, они, многие остаются, по крайней мере, они получают, ну, полезную профессиональную практику. Они уже изнутри видят особенности своей будущей деятельности профессиональной. И поэтому они, у них есть возможность выбирать, у них есть возможность показать себя. Вот, и, конечно же, очень, вот, большая очередь на наших, вот, выпускников. Мне постоянно пишут директора завучи школ, вот, о том, что у них есть вакансии учителей математики и информатики. Поэтому те, кто действительно хотят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с областью преподавания, преподавания математики и информатики, они точно не останутся без работы. При этом, и, конечно, карьерный рост им тоже обеспечен. У нас есть в этой области, то есть, примеры, когда наши выпускники достаточно быстро продвигаются по служебной лестнице и становятся завучами и директорами в том числе. Поэтому, если человек сознательно, целенаправленно идет к нам, проходит через, вот, пять лет обучения, он, конечно же, трудоустраивается. Вот, говоря о последнем вашем предложении, если целенаправленно идет к вам, то дальше устраивается и идет по карьерной лестнице. Кому стоит выбирать ваш институт? Кто эти абитуриенты, эти ребята? Чем они должны обладать? Я, ну, конечно, жизнь бывает сложная и не всегда, вот, есть четкий алгоритм и понимание и у родителей, и у школьников, абитуриентов, что им, значит, в будущей жизни больше пригодится и в чем, так сказать, к чему у них призвание. Но, наверное, я бы так сказал, что, во-первых, это, конечно же, должно быть, должно быть какие-то теплые чувства отношения с математикой в целом. То есть, если математика давалась сложно, если математика не была интересна, то, ну, наверное, это самый главный такой блокирующий фактор. Потому что нужно самому освоить эту науку, вот, полюбить ее во всех ее проявлениях и, самое главное, это уметь дальше зажечь, замотивировать школьников для изучения этой науки. Конечно, педагогам быть сложно, этому тоже нужно учиться, хотя у некоторых есть, ну, с рождения талант. Вот это, наверное, второе, да, то, что я бы посоветовал, это, если есть интерес и желание, ну, так сказать, учить, да, вот именно разбираться, возиться, может быть, со своими одноклассниками или, может быть, с младшими братьями, сестрами, разбирать с ними какие-то задачки, делиться своими знаниями. Если вот эти компетенции, они уже развиты, то тогда это точно. То есть вот сочетание математики, любви к математике и желание, значит, разбираться самому и учить, делиться своими знаниями с другими. Я бы вот так, наверное, сформулировал. Конечно, не все может быть легко, и не будут определенные сложности, все-таки высшая математика на порядке сложнее, чем школьная математика, и нужно обязательно прикладывать усилия в учебе, но это все не зря, это все потом, значит, пригождается в профессиональной деятельности. Мы тоже постоянно слышим обратную реакцию уже ответную от наших выпускников, когда они делятся с нами своими успехами и рассказывают, ну, благодарят именно за то, что как мы учили и чему мы учили, все это пригождается. Поэтому вот если кто-то любит математику, ну и информатику в том числе, информатика у нас второй предмет, но при этом, конечно, у нас сейчас нет направлений в ВУЗе, где преподавали бы информатику как первую в плане будущего учителя информатики. То есть у нас есть математика-информатика, физика-информатика, но поэтому, ну вообще информатика, мое мнение и умение программировать знания IT-технологий, цифровых технологий, это уже обязательный элемент, обязательные, значит, качества, обязательный скилл для вот будущего специалиста во всех областях. Поэтому это только плюсом является овладение цифровыми технологиями, потому что даже если жизнь сложится как-то по-другому, либо я могу так сказать, что даже в наших школах, ну это вообще в образовании, в системе образования часто нужны специалисты широкого профиля, не узкого, и поэтому знание, умение пользоваться вот этим технологиям может пригодиться в целом по жизни. Что ж, большое спасибо. Теперь давайте перейдем к ребятам, которые выбрали как раз-таки Институт математики и механики. Рамиль, Ярослав, пообщаемся с вами, подключим вас к нашему эфиру. И тот же вопрос, вот ваше мнение по этому поводу, кому стоит выбирать ваш институт? Скорее всего, стоит выбирать тем людям, которым нравится математика, но не обязательно, что она дается легко. Математика своеобразный довольно предмет, он мало кому дается легко, но вся прелесть в том, что математика порой нравится тем, что она сложна, что нравится в ней разбираться. Так как я представляю собой отделение механики, то именно от механики могу сказать, что большая часть задач, которые, например, решаются в школе по физике, с течением времени того, как вы обучаетесь в институте, приобретает совершенно новый характер. То есть, например, те же задачи о каком-нибудь баллистическом движении, встает в совершенно новом ключе с более точным математическим обоснованием, которое выглядит просто красиво. И это не может не радовать и душу. Рамиль? Наверное, трудно не согласиться с коллегами. Действительно, увлечение предметом всегда является важным фактором в выборе профессии, учебного заведения для того, чтобы продолжать осваивать тот или иной предмет. Математика не исключение. Здесь также важным критерием является именно какая-то любовь к предмету, какие-то увлечения, не обязательно олимпиады или какие-то конференции, что тоже не редкость для абитуриентов, студентов. В том числе можно отметить и какие-то проявления наподобие просмотра видеороликов, чтения, литературы. Потому что важно понимать отличие школьной математики от вузовской. В этом плане не нужно сразу, я не знаю, там, отпускать руки или переживать по поводу того, что в школе не получается, или даже на первых курсах возникают какие-то проблемы. Потому что здесь идет процесс адаптации, освоения языка, стиля мышления. Все-таки отличие от школьного уровня, безусловно, присутствует, потому что здесь все более строго, формально, какой-то другой ракурс открывается. Но, с другой стороны, мне кажется, тем, кто с подобным не сталкивался, наоборот, может быть интересно узнать все как-то по-другому и полюбить этот предмет. Как-то так. А что случилось у нас, получается, в случае Рамиля три года назад, в случае Ростова два года назад, что вы выбрали сами это направление? Направление и институт, вот так будет правильно сказать. Когда начнет? Могу я. Здесь, наверное, все более-менее сходится с тем, что озвучивал я и предыдущие спикеры. Прежде всего, увлеченность предметом. Математика, она вот уже где-то со школы, может, даже с детства до поступления, до обучения в школе, она как-то привлекала внимание. То есть нравилось работать с цифрами, решать какие-то логические задачки. Мне кажется, это довольно классическая история. То есть какие-то такие проявления они давали о себе знать уже много лет назад. Обучаясь в школе, понятное дело, начали интересовать различные олимпиады, конкурсы. И успехи в этих направлениях, порой даже без специальной подготовки, они тоже наводили на мысль о том, что в этом направлении стоит дальше развиваться и пробовать свои силы вновь. И более того, я могу сказать, что мероприятия, которые проводит сам университет, они также играют важную роль. В моем случае важную роль сыграл малый университет. Если кто не знает, это специальный такой цикл занятий или вот такие факультеты, курсы, которые организуются центром доводской подготовки. И на этих занятиях ребята могут углубить свои знания в тех или иных дисциплинах. Я, получается, с 9 класса посещал занятия малого университета. И, с одной стороны, больше узнавал о математике, с другой стороны, погружался в атмосферу университета. Это тоже повлияло на мой выбор, потому что мне стало интересно обучаться в ритме студентов, в режиме пар, зачетов, сессий. Плюс ко всему я приобрел новые знакомства. И, наконец, это лагеря различной смены, которые проводит университет. Например, это летняя профильная школа Квант, куда я ездил 2 года. И это тоже новый круг общения, это более тесное знакомство с университетом, которое позволяет как раз-таки определиться с выбором вуза и понять, стоит ли идти или нет, интересно тебе или нет. Вот в моем случае все сошлось так, что я много с чем как бы повзаимодействовал, и благодаря этому я к 11 классу уже решил, что хочу поступать именно в этот университет, в этот институт. Интересная история. Ярослав? В моем случае, как я считаю, немного необычно получилось. В классе в 6 я чуть ли не без ума был от алгебры, с геометрией. В 7 классе началась физика. Физика начинается всегда с механики. И этот раздел меня полностью заинтересовал. Так я прошел классы до 11. В середине или в начале 11 класса, я уже сам не помню. Я уже наметил точно для себя, в какой университет я хочу поступить, в какой институт в этом университете. Я выбрал и мим свой. И я очень рад, доволен своим выбором, потому что задачи механики, они задачи, которые окружают нас всегда. А чтобы эти задачи решать, нужен хороший пласт математики. Вот в моем же направлении все это прекрасно сочетается и благодаря очень хорошим преподавателям хорошо обосновывается. Поэтому у меня довольно, как я считаю, все-таки, да, необычно. Потому что я долго интересовался математикой, алгеброй, геометрией. Ну, в частности, даже, наверное, алгеброй больше. А вот как началась физика, вот я больше стал интересоваться именно физике, частью механики. Может быть, немного там гидростатика. Гидродинамики в школе нет, вот гидростатика. Вот это довольно интересные дисциплины, поэтому я именно и выбрал мехмат. Он звучит, как хороший сюжет для мелодрамы. Я любил ее очень долго, но потом пришла она. И мое сердце было захвачено физикой. Задам вопрос, который я обычно люблю задавать своим студентам нашего направления журналистики и телевидения. Вот Рамиль прошло уже, получается, три с половиной года. У Ярослава два с половиной года. Что имеем по факту? Какие навыки получили? Что дальше? Как будем развиваться? Не пожалели ли я в выборе? Ну, лично я точно не пожалел. Я уже третий год как радуюсь своему выбору. Как бы даже, наверное, это смешно не звучало, я действительно этому радуюсь. Потому что я получил большой плац знаний в математике, в дифференциальных вычислений всяких, в высших дисциплинах математики. Если короче говоря. И все это позволяет мне видеть задачи, которые я уже могу математически обосновать. И большую часть из этого, что меня радует запрограммировать. Потому что ведь все сейчас сводится именно в IT-сферу. А там, как мы понимаем, нужно программирование. И как раз-таки математика с этим очень сильно помогает. Потому что написание больших классов, алгоритмов – это сугубая математика, формализм и строгость. Ну, лично я очень доволен этим выбором. Анатолий? У меня, наверное, тоже более-менее аналогично. Действительно, нисколько не пожалел о том, что поступил. Поскольку как раз получил более-менее то, что ожидал. Да, вспоминая то, что я говорил о малом университете. То есть это погружение, оно как раз помогло мне на первых парах, когда только-только начинал осваивать какие-то новые для себя дисциплины. То есть механизм обучения, он, в принципе, был мне ближе, возможно, чем моим сотоварищам. Но в то же время я должен сказать, что обучение на мехмате – это не только про дифференциально-интегральное исчисление, другие не менее важные области. Это прежде всего способ мышления, ведь те или иные темы могут забыться, человек в процессе жизни может поменять вектор действий, переключиться на что-то другое. Но умение думать, умение анализировать, выделять главное, обобщать – это все то, что дается во многом точными дисциплинами, математикой в частности. И оглядываясь назад, я понимаю, что к четвертому курсу во многом мой склад ума, наверное, перестроился. Я начал по-другому смотреть не только на математику, но и на вещи в целом. Так что я считаю, что от обучения на математическом направлении нашего института я приобрел только пользу. Ну а если приходить именно ко второй части вопроса, что дальше, могу сказать, что студенты, которые интересуются какими-то уже отдельными дисциплинами, они могут спокойно взаимодействовать с преподавателями, то есть посещать кружки, семинары, и в дальнейшем при своем желании или по приглашению преподавателей начинать работать на кафедре, то есть их начинают приглашать для того, чтобы решать задачи, чтобы они работали лаборантом, например, как вот в моем случае тоже на втором-третьем курсе. Мне самому стало интересно, преподаватели обратили на меня внимание, и я уже начал более тесно взаимодействовать с кафедрой алгебры и математической логики нашего института. Собственно, в дальнейшем тоже планирую работать в рамках данной кафедры, получать какие-то научные результаты. Что-то уже есть, что-то уже оформляется в виде статей, публикаций. Вот мне самому это нравится, и я понимаю, что в дальнейшем еще есть широкий простор для действия. Поэтому я думаю, что если каких-то других факторов внешних не будет, то планирую уже продолжить в научной сфере работу в нашем институте. Спасибо. Давайте познакомим наших абитуриентов и зрителей с вашими направлениями, математика, механика. Насколько сложно там учиться, как в целом проходит учебный процесс, какие есть пары, были ли у вас, может, мысли, что препод такой душный, давайте это побыстрее закончим или еще что-нибудь. В общем, учебный процесс, как у нас проходит. Рамиль, начнем. Да, на моем направлении есть, на направлении математика есть основное направление, это математика в цифровой экономике, математика компьютерной науки. Я сам обучаюсь на первом направлении. Здесь мы должны сказать, что больше идет упор на фундаментальные дисциплины, но также затрагиваются и прикладные аспекты, как это видно из названия. Математика компьютерной науки здесь уже больше, конечно, заточена на работу с каким-то программным обеспечением, с данными. Тем не менее, на первых двух курсах так или иначе программы у направлений совпадают, поскольку и тем, и другим очень важно получить базу, то есть фундаментальные сведения в основных разделах математики. Поэтому я бы порекомендовал на первых двух курсах очень серьезно отнестись к процессу обучения. Преподаватели могут быть разные, конечно, от этого никто не застрахован, грубо говоря, но тем не менее, очень важно, то есть с чувством, с толком, с расстановкой пройти эти первые два года. Дальше будет проще, поскольку в дальнейшем вы уже можете выбрать спецкурсы и в наиболее интересующих вас областях погрузиться в теорию, практику, то есть все, что вашей душе угодно. Опять-таки в процессе обучения можно углубляться и самостоятельно, как изучая дополнительную литературу, так и посещая различные кружки семинары и в дальнейшем уже развиваясь в этом направлении. Ну, культурно-творческая деятельность, внешкольная тоже, внеучебная, она тоже присутствует, безусловно. Это дни первокурсника, студенческие весны и так далее, спортивные мероприятия, то есть если человек до поступления имел какие-то увлечения, он может развить свои навыки. И в рамках нашего института главное, чтобы все было в меру, то есть не нужно полностью погружаться только в учебу, потому что можно сойти с ума, надо понимать, что мы на математическом направлении обучаемся. Но все-таки о посещении пар и своевременной сдаче зачетов, экзаменов тоже не надо забывать. Ярослав, перейдем к вам. Кстати, замечу, по ходу эфира отслеживаем сейчас чатик, я так понимаю, у вас очень большая группа поддержки. Некоторые пишут, что вы у нас ввели сопромат, уже вовсю ставят плюсы. Я думаю, ребята, вы поддержите вот такую инициативу, и кафедра вас услышит. Пожалуйста. В направлении механики две кафедры, аэрогидромеханика и теоретическая механика. Лично я учусь на кафедре теоретической механики. У меня кафедра работает с такими понятиями, как напряженное, деформированное состояние, кручение, изгиб. То есть, это работа с материалами, с какими-нибудь, как бы так сказать, структурами материалов, со свойствами материалов и их применениями. Также и с небольшой частью робототехники имеем дело. Кафедра аэрогидромеханики – это самое, что сейчас популярно, это нефтегаз, конечно же. А большой объем учебы, кстати, и прикладных задач сводится как раз-таки к этим задачам. То есть, можно во время учебы просто прорешать ту или иную задачу, связанную, например, с нахождением месторождения, с его обработкой. Также задачи аэромеханики, то есть, обтекание какого-нибудь крыла, обтекание некого тела. Что еще? Преподаватели хорошие? Преподаватели? Преподаватели хорошие. Очень хорошие. Что на кафедре аэрогидромеханики, что на кафедре теоретической механики. После этого надо по плечу погубить. Молодец. Да, особенно после слов о том, что мне надо вести сопромат, люди меня поймут. Ну, что самое приятное, так это… Ну, лично у меня вот на кафедре теоретической механики, потому что за кафедрой аэрогидромеханики я не могу ручаться, все-таки я не там. Но за кафедрой теоретической механики точно могу сказать, что это самый лучший коллектив именно преподавателей. Потому что почти все преподаватели могут расположить к себе студента. Они… Сохраняется вот это именно отношение студент-преподаватель, то есть на «вы» все такие… Субординация. Субординация, да. А в то же время, скажем так, внеучебное время, можно даже где-то, там, не знаю, выйти на улицу и с преподаватом просто поржать, постоять. Потому что за мемчики шарят все, а это самое приятное. И когда… Ну, вы же сами понимаете, юмор всегда сплочает людей. И благодаря такому всегда хочется продолжать обучаться тому, чему ты обучаешься. Потому что с тобой рядом такие же люди, как и ты. Они смеются над теми же шутками. И это всегда очень приятно. Также очень, как бы так даже еще сказать, красиво устроено у нас обучение. То есть я знаю лично у нас в направлении механики много людей, которые подрабатывают в сфере IT. То есть теми знаниями, которые мы вот получаем во время учебы, во время написания курсовых дипломов, все это программирование по большинству, подавляющее большинство проектов. И это способствует развитию навыков просто в IT. Потому что именно все эти знакомые у меня работают в data science направлении. А это, как вы сейчас тоже знаете, одно из самых популярных направлений в IT. В плане работы довольно-таки тоже все легко. Многие сейчас будут говорить, вот, например, поступил на мехмат, потом все, сразу на завод. Нет, это точно не так. Потому что на завод уйдут какие-нибудь выпускники КАИ, какие-нибудь. Ну, более узконаправленные специалисты, раз уж так строго говорить. У нас же более широкий профиль задач, широкая применимость нас самих в той или иной сфере. И поэтому без работы человек точно не останется. Многие находят подработку уже вот сейчас, в частности, на третьем курсе. Но первые два курса лично у меня на направлении, это более вводная такая специфика, потому что изучаются основы математики и механики. И без этих основ просто дальше никуда. Вот, в принципе, все, что можно сказать пока что. Мне бы понравилось. Многие говорят, что у нас учебный план выставлен грамотно, у нас он выставлен правильно. Ну, вот термин «красиво», мое почтение, ребята, ты снимаешь глядь и перезвонишь, так красиво. В плане пар, конечно, не все хорошо. В плане того, что именно расписание. Но с этим свыкаешься, это у большинства, мне кажется, так. Пара вопросов еще остается и пару минут до конца эфира. Здесь уже, Александр Алексеевич, давайте возвращайтесь тоже к нам. С какими трудностями вы, ребята, столкнулись на первых курсах? И, Александр Алексеевич, может, вы тоже скажете, с какими трудностями могут столкнуться ребята на первых парах? Ну, самое главное, нужно, это все через это проходят, что все-таки учеба в ВУЗе, она отличается от школьной. То есть, с одной стороны, получается больше свободы, многие есть и приезжие у нас, живущие самостоятельно в общежитиях, а там все равно совсем не то же самое, что жить дома с родителями. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас нет, ну, или вот в течение семестра не так бывает очень строгий контроль. То есть, у нас есть, конечно же, самостоятельные работы, есть и контрольные работы, и если есть какие-то злостные прогульчики, с ними тоже работают через директорат. Но в целом, все равно мы уже считаем, что это самостоятельные, ну, в чем-то взрослые, может быть, они еще не совершеннолетние, но взрослые люди. Вот, и, ну, материал, материал, он очень сложный. Буквально на первом курсе, если мы говорим про математику, то, значит, вот уровень математики и то, с чем придется столкнуться будущим студентам, он очень высокий. И тут вот главное действительно не потеряться за множеством соблазнов, увлечений. Тут тебе сразу же и день первокурсника, и студвесна, там все будет тебя втягивать в разные мероприятия, активная жизнь, значит, не только научная. Но вот главное не потеряться и все-таки на первых курсах заострить свое внимание на именно учебе, на основном предмете. Если первые вот несколько лет, ну, два года, вот вы будете полностью отдавать себя учебе в первую очередь, то это потом скажется, потом, как говорится, зачетка будет уже на вас работать, ну, даже больше репутация. И поэтому, конечно, вот тут главное понимать, что работать надо будет много. Но если вы поступили по зову сердца, то это не будет сильно вам, значит, в напряг, и все равно все преподаватели, вся система, она стремится помочь вам в этой адаптации, в этой перестройке со школьного обучения на вузовское. Вот я бы что хотел сказать. Рамиль Ярослав. Ну, лично мне больше всего тяготило на первом курсе такие дисциплины, как математический анализ и линейная алгебра, потому что, как вот уже до меня сказали, самое сложное – это перестроиться с формализма Школьева на формализм высшей математики, потому что большая часть теорем формулировок задач, она вся пишется в так называемых квантерах, и просто даже их понимать не сразу начинаешь. Формализм – это самое сложное, к чему пришлось привыкать. Привыкал я к нему, наверное, весь первый семестр первого курса и половину второго семестра. В плане именно механики мне было не тяжело. Не скажу, что легко, свои нюансы были, но не скажу, что и тяжело. Вот именно всю сложность вызывала перестройка своего мышления от школьного к вузовскому, именно к высшей математике. Потому что именно все дело в формулировке, все в нее упиралось. Робин? Ну, наверное, мне, как человек, который последний говорит, останется только присоединиться. То есть действительно вопрос адаптации и перестройки своего отношения к учебе, быть может, как бы добавление самодисциплины, самоорганизации – это важный процесс, через который проходит, мне кажется, каждый студент. Я бы еще добавил, наверное, учебную нагрузку. То есть это, во-первых, продолжительность пар не 45 минут, а полтора часа. То есть все равно на первых парах возникают сложности, да иногда и сейчас. Тоже бывает сложно до конца 90 минут усидеть и сохранить самообладание, концентрацию внимания. Плюс ко всему это, ну, быть может, вот как бы нагрузка в плане теоретических знаний. То есть вот сразу, быть может, кто-то почувствует наплыв формул, теорем, формальных обозначений. То есть тоже вот через это все надо пройти, как уложить в голове. Как новый язык, да? Да, да, вот. То есть это, да, сротни изучение новому языку. Но опять-таки тут ничего, мне кажется, такого сверхъестественного нет. Через это все проходят, все осваиваются. В коллективе тоже, мне кажется, ну, в моем случае там проблем никаких не было. Потому что даже несмотря на то, что вы с разных мест, с разным видением мира, вы в некоторой степени все находитесь в одной лодке. И вот общие тяготы, они как-то объединяют и, наоборот, помогают коллективными усилиями справиться с задачами, которые перед тобой ставит вуз, перед тобой ставит жизнь. То есть, мне кажется, то есть поддержка окружающих старшекурсников, преподавателей и всех тех, кто за тебя радеет душой и телом, она всегда помогает. — Что ж, большое спасибо за ответы. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Еще минута остается пожелания абитуриентам. Вот как раз-таки, исходя из последнего вопроса о трудностях, может быть, есть что нашим ребятам, которые будут смотреть записи, либо сейчас смотрят. Пожалуйста. — Ну, давайте я начну. Я бы хотел, наверное, сказать одно, чтобы вы не боялись, ставили перед собой цели, причем высокие, и добивались. И если ваши цели связаны с тому, что учат в Институте математики и механики, то не бойтесь, не стесняйтесь, обязательно поступайте, и успехов вам. — Ребята? — Присоединюсь. Никогда не думайте, что вы один. Всегда есть те, кто вас поддержит, кто вам поможет. Верьте в себя, верьте в свой успех, и тогда ваше старание, ваш труд обязательно окупится и принесет свои плоды. — Я, скорее всего, повторюсь, скажу, что да, нужно стараться, но и также не забывать давать себе маленькие такие островки отдыха, чтобы перевести дух и с новыми силами продолжать стараться. Вот все, что хотел бы сказать. — Что ж, еще раз большое спасибо за то, что нашли время прийти к нам на программу. Надеюсь, еще увидимся, и обязательно поговорим о приемной кампании в Казанский федеральный университет, а именно в Институт математики и механики. Еще раз большое спасибо. — Это был КФУ Лайв для Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Еще увидимся с вами, друзья, на связи. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова